На этих кадрах список нежелательных лиц в Азербайджане. Он составлен внешнеполитическим ведомством страны ввиду нарушения иностранными гражданами государственной границы республики. На сегодняшний день в него вошли больше 500 человек. Все они незаконно посещали оккупированные армянскими вооруженными силами азербайджанские земли, Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. Список ясно показывает, среди нарушителей больше всего россиян, французов и американцев. Таким образом, страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Россия, Франция и Соединенные Штаты позволяют своим гражданам нарушать признанные международным правом территориальные границы Азербайджана, республики которой они как раз таки призваны помочь в восстановлении целостности ее земель. Эти действия показывают, что названная группа забывает о своей основной миссии, которая заключается в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, а не в еще большем его разжигании. Этот список есть, и я не исключаю, что он будет расширяться. И очень обидно, что в этом списке очень много людей, представителей политической элиты, значит, и России, и Франции, и Соединенных Штатов Америки, которые тоже, в общем-то, не считаются международным правом. Они грубо попирают его. И даже некоторые, скажем, депутаты национальных собраний из Франции, представители, значит, законодательных органов отдельных штатов Соединенных Штатов Америки, даже конгрессмены, российские депутаты, я не говорю уже о людях, которые, в общем-то, относятся к сфере шоу-бизнеса, конечно, они посещают Нагорный Карабах в обход азербайджанскому законодательству и попадают туда через территорию Армении. Среди тех, кто посещал Нагорный Карабах с территории Армении, такие артисты, как Монсеррат, Кабалье, Любовь Казарновская, Бедрос Киркоров. После своего незаконного поступка они пополнили ряды нежелательных лиц в Азербайджане. Въезд в страну им также запрещен. Список нежелательных лиц в Азербайджане носит открытый характер. Каждый, кого интересует этот список, может ознакомиться с ним, зайдя на официальный сайт Министерства иностранных дел республики. Вычеркнуть свое имя из списка нежелательных тоже возможно. Для этого нужно обратиться к нам, в ведомство, заявлением о том, что они, нарушители, признают суверенитет, территориальную целостность и принципы международного права, выражают сожаление о незаконной поездке на оккупированные территории Азербайджана и просят исключить себя из этого списка. Все обращения рассматриваются в частном порядке. Если конфликт не сдвигается с мертвой точки, это не значит, что у него нет решения. В такой ситуации для урегулирования проблемы требуется использование нестандартных ходов и методов. В этом убежден политолог Тофик Аббасов, говоря о деятельности Минской группы ОБСЕ. Последняя, начиная с 1992 года, призвана выполнять посредническую миссию в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Но, как показывает время, а прошло уже больше 20 лет, за годы своего существования Минская группа ОБСЕ не принесла ощутимых результатов в разрешении проблемы. В данном случае, все, что связано с Карабахским конфликтом, это прежде всего, тут надо обращать внимание на то, что нарушена буква международного права. То есть, одна страна, Армения, совершила агрессию в отношении другой страны. И в данном случае нарушен основополагающий принцип международного права – нерушимость государственных границ. Потому что Азербайджан был принят в ООН в начале 90-х, как раз-таки в тех границах, 86 с лишним тысяч квадратных километров. И до сих пор этот параметр сохраняет свою силу. Не случайно Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции в начале 90-х с тем, чтобы армянские вооруженные силы неукоснительно и незамедлительно покинули территорию чужой страны, чужой республики. Международная дипломатия, в данном случае Минская группа ОБСЕ, имеет мандат европейских структур и ООН. Казалось бы, такой статус должен себя оправдывать. Но за время своей деятельности организация запомнилась лишь тем, что периодически меняла своих послов, чей приход в результате запоминался только с коротечным всплеском активности и так называемой твиттер-дипломатией. «Поэтому в данном случае нельзя сказать, что Минская группа ОБСЕ добилась каких-то результатов. Тем более послы, в общем-то, вызубрили, я бы сказал, сентенцию, что, мол, стороны должны договориться сами, а мы там уже и поможем. То есть непонятно, в чем они будут помогать. Если такая постановка имеет место быть, то надо вообще-то отказаться от этих услуг посреднических, потому что представители трех влиятельных государств, они фактически молча лицезреют, как Армянская республика, извиняюсь за это выражение, плюет на международное право». Вопрос оккупационной политики Армении должен больше обсуждаться международными структурами, уверен депутат Самед Сеидов. По его словам, это даст возможность для изменения статус-кво. «К сожалению, Минская группа – это институт, который больше старается как бы убедить в чем-то Азербайджан, хотя надо убеждать не Азербайджан, а подвести к столу переговоров армянскую сторону, которая проявляет абсолютно неконструктивную позицию. Вы будете удивлены, но армянская сторона, когда мы начинаем обсуждение этого вопроса внутри международных организаций, всегда ссылается, что давайте не будем здесь это обсуждать, потому что это, значит, объект и субъект переговоров внутри Минской группы. Вот вам доказательства того, что армянская сторона хочет сохранить статус-кво и держать этот вопрос закрытым. Это не удастся». Законы есть, но они не выполняются. Иначе как объяснить безнаказанность Армении, страны-оккупанта? Международные структуры продолжают свою политику двойных стандартов в отношении вооруженных конфликтов. Если события в Украине вызывают незамедлительную реакцию, то проблему Азербайджана, оккупацию Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, они продолжают игнорировать.